Яблоко хорошее, вот покусано. Это уже укус жука. Несколько лет назад на приусадебном участке Олега Богомазова начали хозяйничать белая бабочка и мраморный клуб. Мужчина объявил оккупантам химическую войну. Теперь подсчитывает потери. Хочет понять, какую часть культур удалось сохранить. В прошлом году помидор практически не было. Фасоль всю этот жук съел. После пяти обработок жука не стало, вроде бы чуть отошел. С вредителями борются во всех районах Большого Сочи. Все парки, скверы, зеленые насаждения и в центре, и на периферии обрабатывают специальными средствами. В теплое время насекомые размножаются быстро, поэтому именно сейчас по ним наносят удар. Зимой уже будут искать оставшиеся очаги в пристройках, амбарах, на крышах домов. У автострад сейчас гул газонокосилок заглушает шум моторов машин. Сотрудники коммунальных служб косят сорняки. Кое-где проглядывают ростки амброзии полынно-листной. Именно она летом портит жизнь сочинцам и гостям курорта. Если остальные вредители вредят только насаждениям, то амброзия еще и наносит и несет угрозу жизни и здоровью граждан. Потому что она обладает сильнейшей аллергии. Есть люди, которым просто люди не переносят его в момент цветения. Вот как раз-таки мы сейчас подходим к моменту цветения. Молодые ростки сразу идут под нож. Там, где вредитель успел разрастись, его уничтожают вручную, вырывают с корнем. После прополки в воздух не поднимаются пыльца и семена. Впрочем, опасен сорняк не только аллергикам, но и аграриям. Он иссушает почву и убивает все, что цветет рядом. Растение попало в карантинный список. В каждом хозяйстве должны вести с ним борьбу. Но есть те, кто забывает об обязанностях. Недавно такой участок нашли в Адлерском районе. На землях сельхозпредприятия колосятся заросли амброзии. Ее здесь немало. На данный момент ничего не происходит. Они как-то не особо пошли на контакт. Поэтому и будем их привлекать через Россельхознадзор для составления административного правонарушения. В этом году только в Сочи сотрудники Россельхознадзора составили более 30 протоколов. Общая сумма штрафа превысила 60 тысяч рублей. Атака на опасные заросли продолжится до середины сентября. Галина Моисеева, телекомпания ФКТ.